Всем привет, подписчики и зрители моего канала! С вами, как всегда, я, Волк, и это опять ночные серии. Записываю ночью, и мы продолжаем. Думаю, что вы помните, что у нас произошло в прошлой серии. Мы пробрались в лабораторию Х-18, и сейчас нам Сидорович... Ну, точнее, мы отнесли эти документы Сидоровичу, а он нас, в свою очередь, послал к бармену. Но также дал еще одно задание — пробраться на военную базу и выкрасть оттуда секретные материалы. Тут еще у нас что-то Волк хотел спросить, давайте посмотрим. Слушай, Мечный, ну как ты, кстати, наша помощь здорово... Нам помощь здорово нужна, продолжай. Я фанат после Волка, тут за старшего остался. А, это же фанат, это не Волк, ясно. Вчера приходили несколько наемников, серьезные ребята, черт, пришли и наехали по полной программе, мол, день вам срока, территорию лагеря чистить. Теперь это их база будет. Сегодня они должны прийти опять. Ну и разговором, как ты понимаешь, в этот раз не кончится. И что вы решили? Мы решили засаду им устроить, потому как Волк бы, боюсь, не устоим. И экипированы они, что надо. Да и тактику боя знают ого-го. А тут мальчишки. В общем, решил засесть тихо по домам. Вроде как ушли. Вроде как ушли мы. А как вернется удачный момент, атаковать. Нам только таких бойцов, как ты сейчас, окей, ох, как не хватает. А после боя соччемся, за нами не заржавеет. Ну, так как, поможешь? Конечно, помогу. Предлагаю потратить оставшееся время на подготовку к бою. План такой. Самых зеленых новичков я по домам, подвалом разгоняю, с приказом нос не высовывать. А то положат пацанов не за хвост, собачий. А мы с тобой и еще парочка ребят, что посерьезнее займем удобные сектора для обстрела зоны вокруг костра. Как они к костру подойдут, мы и жахнем со всех сторон. Они со стороны моста появятся. Думаю, уже скоро. Так что ищи укрытия с хорошим сектором. А по моей команде и начнем. Нет, ну ты, конечно, сам смотри, только на открытом месте. Думаю, усереть шансов мало. Решай. Со стороны моста, говоришь? Хорошо, сейчас мы попробуем. Сейчас, секундочку, я сохранюсь. Так, сейчас я тогда попробую их в одиночку всех расхреначить. Так, со стороны моста, говоришь, да? Это получается отсюда, да? Насколько я понимаю. Да, вот они и есть. Так, попали немножечко. Так, хватит. Давайте спрячемся за деревцем. Так, чё, всё, что ли? И это мы назвали наемниками. Вот эти пары человек. Вот и всё. Да, братишки. Это просто какие-то новички. Как они вообще могли на вас наехать? Ах, я опять перегружен. Это бесит. Так, ну что ж. Да, блин. Мы всех одолели. Давайте посмотрим, что у них тут полезного было. Ну, в принципе, у них ничего такого полезного и не было. Ну что, что мне ещё нужно сожрать? Всё. Больше тут ничего полезного нет. Да, это было довольно-таки просто. Мы с ними расправились. И теперь возвращаемся. Сказать, что всё удачно. Ну, это не последняя перестрелка в этой серии. Сейчас мы пойдём ещё на военную базу. Вот там начнётся веселье. Там уже действительно будет весело. Это не какие-то там наёмники. Это военные. Это тебе... Ну, в общем, вы поняли. Мастер. Так. Да ты страшный человек, мечный. Лучше тебе на дороге не попадаться. Есть немного. Вот держи от нас на памяти. Ещё спасибо тебе громадное за помощь. Спасли мы молодняк, мечный. Так, ну что ж. Спасли молодняк, это хорошо. Но мне нужно сделать задание для Сидора. Пойдёмте тогда. Так. Это надо сохраниться. Так. Возвращаемся. И сейчас начнётся весёлуха. Надо поближе к ним подкрасться, насколько можно. И уже оттуда начать шмалять. Пожалуй, к тому дереву подойду. Ох ты, там бочек сколько. Вот только посмотрите на это. Так. Ну что ж, давайте начнём. Есть один. Какая жена касается, а? Это не три бибица жителей. Так, патронов мало. Ох, патроны закончились. Вот это плохо. Ну ладно, у нас ещё есть пистолет. Пистолет такой убойный на самом деле. Хороший пистолет. С двух выстрелов убивает. С ума сойти. Так. Ни с места, ни с места. Так, вот ещё кто-то. Так, надо поближе подойти и... Так, ух, это было жестоко. Я потратил все патроны, давайте собирать. Да уж, ну и ну. Насколько мы тут вояк повалили. Ну зато сейчас нычек соберём просто нереальное количество, наверное. Так. Ну конечно же, я перегружу. Как же без этого? Стоять, стоять, успокойся. Блин. Водку вылезу. О, 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 о. О, граната. Так, меня тут немножечко убили, но мы продолжаем. Я так сказать переиграл вот так, ага. Так, ещё аптечка. Так, ещё аптечка. Хорошо. Так-то ничего. Хороший тайник, кстати. Нам придётся это, правда, выбросить. Так. Вот это съесть. Блин, капец. Как же не хочется сейчас покидывать. Так, кто-то у нас калашников. Так, кто-то у нас калашников. Так. 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 Да что ж такое-то, блин. Не давайте на сложности парадёрам накрываться за вашими спинами. Краницу инсумы радиоактивные, слабоизученные и представляющие большую опасность для жизни здоровья людей и предметы. Не подругайте опасности своего жизни. Имени вашим близким радиоактивным. Так, ну что ж мы нашли... Ну точнее убили всех военных, сейчас нам осталось только найти. Не найти даже, а добыть нашу информацию. Ещё аптечка. Ах ты, что ж ты будешь делать? Так, по телеку крутят моменты из зоны... Ну, в смысле, авария Чернобыльской электростанции. Так, а вот, собственно, наши кодики. Так, ну что ж, теперь мы можем возвращаться обратно к Сидоровичу. Скажем ему, что мы раздобыли наши документы. Точнее, ящик с информацией. И что у нас всё окей. Кстати, а что у нас там такое, интересно? Я там тоже никогда не был. Пойдёмте посмотрим. Похоже, через эти ворота, как раз попадают в зону. Да, получается, оттуда мы попали сюда. Это самое-самое начало. Ну ладно, идём обратно к Сидоровичу. Думаю, что я это перемотаю. Может, это будет долго, как всегда. Кстати, а куда Волк подевался? Да он тут недавно получил от одного из проходивших сталкеров какое-то послание. Тут же собрался, схватил ящик с динамитом и ломанулся в углу бизона. Я как раз от ранения оклёмывался на кордоне. Он и попросил меня присмотреть за молодняком. Так, ну что, всё, в принципе. Он нам больше ничего интересного не скажет. А мы идём к Сидору. И давать ему его чёртов ящик, из-за которого я потратил все свои патроны. Ну да ладно. Вернулся? Да, вернулся. Так, задание выполнил. Вот ящик с блокпоста. Вот молодчага. Удружил. Хотя, конечно, спасибо вам, сыт не будешь. Значит, держи три. Или нет, две тысячи тугриков. И мы в расчёте. Кстати, Золь даже ведь пропажу обнаружат обязательно. Так тут такой кипиш начнётся. Так что, вали-ка ты отсюда побыстрее. На повышенной скорости. Ну да. Сидорович, как всегда, жмот жмотом. Две тысячи дал. Что за бодягу-то мне привело? Ну и да ладно. Удачной охоты, сталкер. Так сказать, помогли избавиться от военных. Ну и ладно. Мы сейчас, дорогие друзья, идём с вами обратно к бармену. Думаю, что я это пропущу. И вообще, думаю, что я на этом закончу серию. Потому что довольно-таки давно уже идёт. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Волк. И ждите продолжения. В следующей серии мы, думаю, что отойдём до бармена. Отдадим ему наши документы, которые мы нашли в лаборатории Х-18 и уже двинемся дальше. Так, это кто у нас там? Так, это наши. Да. И всё будет прекрасно, так сказать. Он нам скажет, куда идти дальше. Так. Подожди, кабанчик. Так. И он нам скажет, куда идти дальше. И, собственно, мы будем продолжать своё путешествие в мире зон. Будем пытаться вспомнить, кто же мы такие. И что вообще с нами произошло. Так. Ну ладно. Всем пока и до встречи.